Добрый вечер, друзья. Сибирь на проводе. Группа поддержки тоже здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас, Тимоша, сегодня ты был на шашлыках, был? Да. Да. Лекцию не приготовил? Нет. Нет. Ну ладно. Аппарата не было. Не было. А то бы поснимал, да? А датру ты последний раз пропустил. Было? Да. Ну ладно. Сейчас дед начинает лекцию. Давай. Занимайся своими делами. А мы поехали. Так, друзья, письма все больше. Вопросов все больше. И конца этому не видно. Может быть где-то в середине. Я вам задам вопрос. Будем продолжать или нет? А вы будете голосовать ногами. Раньше так говорили. Голосовать ногами. А тут придется голосовать мышкой. То есть будет достаточное количество слушателей. Мы всю весну проговорим. А кто знает, может и лето. Писем больше, вопросов больше. Вот. И я сегодня вам несколько презентаций сделаю о будущих лекциях. Итак, ну по порядку. Не могу всем точно ответить. Ведь не точно, а подробно. Буквально в последний момент письма пошли. Еще сколько. Итак, здравствуйте. Я начинаю. Садовод оптимист. Спасибо. Мне 33. Рад, что нашел вас на просторах интернет. Вот. Почему-то принято так. Природа. Это вот то, что вы видите. Видите вот это дерево, да? Вот. Вот. И вот это дерево, оно тут имеет отношение к дом. Дум письмам. Вот. 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 Оно бы точно так же росло и в культурном саду. Но для того, чтобы сделать его культурным, садовое, это значит, надо его изувечить. Ну, мы к этому еще вернемся. Вот. И я, честно говоря, разницы между садом и лесом не вижу, если копировать природу. Так. Беру землю под сад. Хочу заказать семянную книгу. Лишь спасибо напомнили про книгу. И все раз говорю, ребята, эта книга должна была быть тем лучшим подарком к 23-му и к 8-му даже марта. Ой, девочки, я вас поздравляю с прошедшим праздником. И у меня всегда один и тот же. Как можно дольше прожить и как можно счастливо прожить. Мое пожелание. Ну, прожить надо в саду. Для этого нужно что? Заказать семянную книгу? Но это все правда. Благодарен вам за труды. Живу в Красноярском крае, богучан. У нас тут минус 45 бывает. Посоветуйте, пожалуйста. Нужны семена. Значит, для начала я вот таких случаев что делаю? Я знаю, где богучаны. Но это для вас. Вот уже Красноярск, севернее меня. Так. Вот тут он я. С 400 километров в Красноярск. Еще пойдете направо и когда-то, если пешком, через пару, нет, через тройку дней вы попадете в богучанскую ГЭС. Значит, раз ГЭС, там климат жесточайший. Там и 50 был. Я знаю этот край. До сих пор в паром. Представляете? Дикость какая. Но теперь есть богучанская ГЭС и есть возможность найти участок в незамерзающем кусочке реки. Поняли, да? Ангара, что ли, там? И вот вы там должны и взять участок, и тогда там не будет вот этих крайних морозов, о которых вы, уважаемый будущий коллега, напоминаете мне. Вот. Значит, так. Это на первый вопрос ответил. Там можно посадить там, где вообще ничего расти не будет. Сильно жесткий край. Еще не полюс, не этот. Это полоса, которая называется. Край приравненный к раннему северу. Но очень холодно. Так что выбирайте место на речке. Там потеплее будет. Нужны семена. Я об этом... Вы раз меня только нашли, вы не знаете, что я на этот вопрос отвечал уже раза два, наверное. Только это 22 вебинар, да? Уже пару раз отвечал. Коротко, прям буквально, загибаю пальцы. Сибирские штамбовые вишни. Не замерзнут. Вишни войлочные. На пределе, но могут, если побольше вырастить... Вот как было в 1984-1985 год, когда я сюда приехал. В эти места. Жесточайшая зима. Мы пускали в завод. Мерзли, как собаки. Первые же пять, с которыми я познакомился, волочные вишни, когда я купил участок, из них проснулись весной две. А три замерзли. Первый отбор был тогда. Но! И эти две были кислючие, и я от них потом уже сам избавлялся. По нему, или станешь селекционером. Так вот. Прошли годы. Теперь у меня эти самые, о которых вы упоминаете, в семенах, в частности, косточки, они уже выдержали очень много. Уже как бы стали местными. Волочная вишня, вишня сибирская штамба, сливы китайские. Вот уж никто ничего не боится. Абрикосы полукультурные. Садите на холмы. Не буду раскрывать уже даже название. Поздно пришло письмо. А вот абрикосы полукультурные. Так. Груши. Это все, я еще говорю, о непривитых. Ну, а дальше вот про груши, про яблони. Я уж не могу тут говорить. Иначе мы не повторяем по-новому, а не закончим никогда. Дома, время суток. Вопрос такой. Есть дикая груша высотой 4 метра. Как правильно сделать обрезку и прививку в крону? Или по отдельным веткам? Какие сроки лучше проживаемость? Андрей, это, кстати, фотография не для, то есть для вашего письма, но это не та самая, о которой вы говорите. Вы не прислали фотографию дикой груши. Высота 4 метра может быть у 5-летнего, как у меня дерево, может быть у 20-летнего. Какая крона? Неизвестно. Возраст неизвестен. Как правильно сделать обрезку? А зачем? Представляете, я как вам сейчас начну говорить про обрезку? У меня есть сотни фотографий про обрезку. Но там все индивидуально. Каждая фотография другая. Каждое дерево другое. И вид другой, и сорт другой. Крона другая. Со штамба, без штамба. Привитая, не привитая. А тут бах. Как я отвечу? Не знаю. Дело в том, что правильно делать обрезку, это отдельная тема часа на 4. Не пугайтесь, мы уже с вами это проходили. Вот. При предыдущих вебинарах. Там информация о том, как эти вебинары купить за символическую цену. Это к Антону Валерьевичу. Я тут сам ничего не понимаю. Прививку к крону. Значит, вообще, чтобы вы знали, разница принципиальная. Хотите иметь сад? Вот, она у вас уже есть. Ее, конечно, обязательно надо привить. Я вам сейчас покажу маленькое чудо. Только чуть-чуть позже. И мы этот разговор продолжим. Ладно? Про отдельную веску. Какие сроки лучше приживаемость? Какие сроки? Если говорить о весна раньше, весной, не совсем понятно. Но, допустим, речь идет о ранней весне, о поздней весне. А вот сейчас уже с бутылками накрытыми у земли можно где-то в отдельных районах уже прививать. Там, где есть еще днем плюс или даже днем может быть еще минус, то под бутылкой уже плюс. Бутылка греет даже землю. Вот уже где-то. А оптимальный срок для АВАЖа 4 метра высотой, когда земля оттает на 1,2 лопаты. И для вас, для меня береза, подошли к березе, плачет береза, значит, называется сокодвижение, значит, в эти сроки лучше всего приживаемость. Ну, извините за короткий ответ. Вот эту фотографию для чего? Чтобы вы поняли, попробуй-ка ее привить. Допустим, вот она, ну, где-то метра 3, пусть это яблони, очень благодарю того, кто мне прислал. Это самосеп, сама в садике сама себе вырастила. Вот, и еще, а, еще один совет по крону. Про отдельные ветки упомянули, вертикальные или почти вертикальные. Ну, еще раз говорю, мы это уже проходили. Вот, я не смогу сейчас возвращаться обратно, иначе... Вот, вот, примеры просто кроны. Вот такая крона. Вот Андрей Денисенко. Посмотрит, сам найдет, но и игнорировать, не имея морального права. И, собственно, значит, не привитое дерево, корни и крона от одного этого, а единый организм. Вот, допустим. Как от мыши спасаться? Я циник, я реалист. Сесс, отравленное зерно по бутылкам. Я вам показывал, бутылки кладутся так, чтобы туда только мышь могла забраться. Немножко расширяется горло, там, полуторалитровое, например. Там этот, вот. И можете, спасетесь. Мыши каждый год не жрут. Но в отдельные годы они сажают сразу, в один год, миллионы. Нам не помогают ботаники, биологи, как их там назвать-то. А им все это по барабану. Никто не говорит. Знаете, как, например, караул в следующий год будет, мышины. Уже все признаки мы следим, мы изучаем этот мир. В том числе мир грызунов. Мы знаем, что они останутся без еды, накинутся на саженцы. Спасайтесь, спасайте. И вот так, чтобы вся страна по всем каналам телевидения, чтобы спасти то, что столько это, год, два, три, уже первые плоды. Бах, мертвые осады. Поняли, да? Сесс и отравленное зерно. Я отвечаю коротко. Дерево, орехо грецкое из Киева. Что делать, посоветуйте. Если я вас не путаю, оно у вас мерзнет и мерзнет. Ответ мой такой, ждать. Ничем вы ему не поможете. Ни подкормками хуже будет. Ничем. Вот просто ждать. Подмерзает и пусть. Однажды он может перестать мерзнуть, потому что мы вернемся к проблеме климата, а он меняется везде и всюду. Следующий вопрос. Что лучше? Косточки или саженцы? А это зависит уже не от меня. Вот, допустим, указывал свой характер. Характер одних. Косточки спокойно, обстоятельственно, побольше как-то в этом мультфильме. И того побольше, и того побольше. Вот. Знаю, что выращены на месте. Лучше из лучей без пересадки. Сад практически можно продвигать на восток, на север, куда хотите. Саженцы. Самые лучшие в мире саженцы, переезжая за тысячи километров. Вот. Косточки как? Это. Ну, один саженец или там 50 косточек. Согласите, что 50 косточек, у 10 из них шансы лучше. Ну, саженцы, это зато на второй-третий год плодоношения. Значит, и саженцы, конечно, получается дороже. Вот. Это зависит уже не от меня, а от вас. Хотите быстрее саженцы дожить, есть для вас деньги, тогда саженцы. А для... Самое лучшее, это когда и саженцы, и косточки. Это когда две корзины селены. После 21 вебинара что-то стало неспокойно. Баночки небольшие. Пошла проверить косточки. И что же я увидела? Они, мои драгоценные, начали чернеть. Видно, не поймала я ту самую золотую середину с песком. Казалось, он даже суховат. Ай, казалось. А на самом деле, получается, сгнило. В общем... Да, кстати, насчет чернеть. Мокренькие... Мокренькие в песке... В песке косточки абрикосовые, да, и сливовые. Они могут вам казаться, что они чернеют. Ну, они довольно черные. А вот жалко-то, не догадался я. Надо было показать мои. Возможно, они нормальные. Это вам чернеть-чернеть. В тот раз мы показывали, которые начали раскрываться предевременно. А в этот раз... Ну, тогда я не знаю, что сказать. Если они по-настоящему чернеют, гниют. Но костик мы не видим. Мне присылают фотографии. И к вам я обращаюсь. Писылайте фотографии, будем разбираться. Вот. Тем более, он показал, что он суховат. В общем, освободил окончики вишен и абрикосы от песка. Может, зря, не знаю. Оставил в открытых банках в холодильнике. Весь песок снова промыло и прокалило в духовке. Так. Ну, все-то нормально. Как вы считаете, может, мне промыть их слабого русского марганца? Можно промыть слабого русского марганца? Так. Да. Что я скажу? При этой информации я ничем фактически помочь не могу. Я единственное, что... Я... Бывает как. У меня есть, допустим, соотношение песка сухого, моего, подчеркиваю. Он же бывает разный. Речной бывает крупнозернистый. Бывает такой мелкий, что как пыль. А мой вот этот песок, который с карьера, он... Я делал соотношение семь к одному. И в то же время я вам скажу... Ну, вот вам же по-новому же теперь надо... Раз уж вы достали, там, высушили, промыли, прокалили песок. Вам надо сначала... Я должен сказать семь к одному. Одна доля воды на семь долей песка. И получится нормально. И боюсь ведь сказать так. Представляю, сделали. Прошло время. Вы мне говорите, ни одна не взошла. А потом вы говорите, я их выкопала. В одном случае вы скажете. Они сгнили. В другом скажете. Они сухие. В общем, поняли. Тут получается так, что... Хотя я соотношение примерно один к семи выдерживаю. Но рекомендовать боюсь. Так, значит, вот... Уважаемая... Подруга назову, что ли. Сегодня 9 марта. Уважаемая подруга. Ответьте. Так, лично я никогда деревья не обрезала. Но у меня есть один вопрос. Когда от обрезки никуда не деться. Ну, тоже начитал эфир за... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.